Майкл Наки — это еврейский националист, и, значит, Эхо Мацы, и вот это всё. Ну, вот видишь. Палестина, конечно, должна быть уничтожена. Чтобы стать сильнее, чтобы стать лучше всех, можно использовать много вещей, в том числе одну запрещенную книгу на территории Вестерской Федерации. На мой взгляд, это не та цель, к которой надо стремиться. На мой взгляд, та цель, к которой надо стремиться, это та цель... Мы подошли к фундаментальному. Да. На мой взгляд, типа, общество, в котором каждому из нас с тобой комфортно, это разное общество. Это очень разное общество. Оно должно быть основано не на воле к власти. Ты не любишь это понятие, в смысле, ты не используешь это понятие в прямом значении. Воля к власти так и не было написано. Воля к власти... Она была скомпилирована. Она была скомпилирована. И для тебя воля к власти, мне кажется, является мое предположение. Воля к власти является некоторым гейтбуком, да, который объясняет, почему тот или иной человек имеет вообще право на то, чтобы занимать какое-то положение в обществе. И мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что... Ну, вообще, вся реальность существующая, которая есть, она в отношении вас. Вам насрать, что происходит вокруг. Вы насрать, что там с бездомными животными происходит, с бездомными... Со всеми остальными. Ну, по большому счёту, вам так. Дело в том, что императив Канта плюс воля к власти, они вместе дают вам некий симбиоз, который говорит вам о том, что хорошо бы менять реальность вокруг себя. И как раз история о том, чтобы вы понимали причины того, почему появляются те классы, те слои, те люди, которые вам не нравятся, путинисты, не путинисты, кого угодно, она намного важнее, чем та история, которая объясняет вам, как им управлять. И поэтому я бы рекомендовал вам всё-таки... А где есть... Погоди, погоди, погоди. А где есть противоречия? Всё противоречие, которое между нами есть в данном случае, это то, что ты считаешь, что цель оправдывает средства, я считаю, что цель не оправдывает средства. И в этом фундаментальном различии как раз и заключена разница в результатах, которые достигают люди типа тебя или типа меня. Ты считаешь, мне кажется, моё предположение, что ты считаешь, что индивидуализм абсолютно в своей форме, он гарантирует всеобщий баланс некоторых сил. Но не индивидуализм. Ну, как раз история понимания чужих индивидуализмов гарантирует вам всеобщее благосостояние, то самое, к которому мы так стремимся. Я же не выступаю против понимания. Я отказываю пониманию... Я отказываю пониманию... Ты феминистам оказываешься в этом понимании? Ну, типа... Нет. Если ты внимательно следил за моими дебатами с Золидой, то мой тейк был совершенно конкретный. У тебя было три разных тейка, они немножко друг другу все... Ни один из них не противоречил друг другу. Мой основной тейк, помимо тривилизации, заключался в том, что абсолютно ирелевантно, насколько мужчины отличаются от женщин, абсолютно ирелевантно, умнее или глупее женщины по сравнению с мужчинами, потому что независимо от ответа на этот вопрос, женщины являются человеком, чьи права нельзя нарушать. Либертарианская строгая позиция. Мы можем об этом говорить в тот момент, когда у нас уже на нулевом уровне, то есть не на нулевом, а на уровне некоторой общей парадигмы присутствуют все эти архетипы. На уровне, когда они разрознены по этой кривой, мы сначала должны выровнять кривую, а потом уже говорить... Ну, это моя позиция по феминитиву, например. Мне не очень нравится феминитив, потому что я считаю, что они подчеркивают гендерную идентичность. С ними еще будут бороться, помяни мое слово, лет 20 пойдет. И правильно будут делать в определенный момент, потому что феминитивы, они подчеркивают гендерную идентичность. Но на определенном историческом периоде, когда есть проблема с проседанием определенных гендеров, сначала нужно их накачать, а потом уже их можно уравнивать. Попытка восстановить историческую справедливость. Та самая. Ты получишь, потому что это то, чем вы занимаетесь. Вы получите реакцию, реакция, которая будет делать то же самое... Кто вы? Ну, сторонники такого подхода. Реакцию, которая будет делать то же самое, использовать те же самые методы. Не-не, вам пиздец. И вот эта война всех против всех не закончится. Знаешь, почему я такой спокойный? Ну, типа, вы в меньшинстве. Потому что я не знаю. Нет, 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 типа, вы хуевые маргиналы. Ну, это, типа, правда. Большинство компаний, большинство, типа, мировых лидеров, они такие, да и мы не обращаем внимания на все вот это реваншистское настроение со стороны мускулиности. Ну, типа. И поэтому я такой спокойный. До поры до времени это будет происходить. Ну, когда пора, время изменится, тогда уже будем бить в голову. Ну, вот хорошо бы уметь думать не на один шаг вперед, а хотя бы на три. И весь мой тест заключается в этом. Не будьте думать на три шага вперед, получите очень херостиво. Ты думаешь на три шага вперед в своей парадигме, парадигме разной. Я думаю в парадигме как раз властных отношениях, потому что любые отношения это властные отношения. И в рамках этих отношений феминист ничего хорошего не сулит просто в силу тех методов, которые они используют. Я думаю, что ты не прав. Будет как евреи-палестинские. Проблема в том, ну, Палестина, конечно, должна быть уничтожена. Но я это трезво говорил всегда. Так я не собираюсь спорить, но само по себе это любопытно. Ты не был в секторе газа? Нет, в секторе газа не был. Потому что я был самым произраильским человеком на территории вообще, которая была там. Я говорю, а что вы делаете? Вы что делаете? Они говорят, мы вот трубы сейчас поставляем. Я говорю, ну, в смысле? Они же из них ракеты сделаны. Они говорят, ну, мы знаем, что они сделают из этого где-то 20% из того, что мы пошлем, они сделают из этого ракеты. Я говорю, в смысле? И как, вам нормально с этим? Они говорят, мы же не можем оставить этих людей без водопроводов. Я говорю, ты можете? Я в этом плане ужасный человек. Я не являюсь либералом и ни в коем-то из этих коннотаций. Я напомню, что Майкл Наки не дали чем полчаса назад спрашивал меня о том, должен ли Вася из глубинки получать такое же медицинское обеспечение, как и я. Если Вася не считает, что нужно уничтожать какой-то народ и сбрасывать его в море. А я тебе верю, Вася считает. Но я, кстати, не считаю, что это повод поражать Васю в каких-либо полномочиях и привилегиях. Нет, я супер за поражение в правах. Вот то, что есть в коммунизме и в Советском Союзе отвратила людей от коммунизма. Ну, та же небольшая история с тем, что сделала нацистская Германия. Ну, то есть, типа, она дискредитировала поражение в правах. Поражение в правах нормальной демократической... Ну, вот, знаешь, какой самый первый комментарий, который мне пришел на YouTube, когда я анонсировал... Я просто говорил об этом во всех своих фирмах. Самый первый комментарий, что Майкл Наки – это еврейский националист и, значит, Эхо Мацы, и вот это все. Ну, только как то старый ты. Ну, вот иишь. Так. You have one old message Tuesday by 48 am. Субтитры сделал DimaTorzok